Современные реалии. В сфере электроэнергетики дорабатывается цифровая платформа, которая обеспечивает полную паспортизацию всего оборудования на энергетических объектах для обеспечения мониторинга их функционирования. Об этом сообщили в Минэнерго. Еще планируют активно применять учет нефтепродуктов и искусственный интеллект. Что еще важного появится в данной сфере, расскажем в следующем сюжете. Мы, как цифровой блок Министерства энергетики, работаем над трансформацией, цифровизацией и дебюрекортизацией, сообщил вице-министр энергетики Казахстана Бакаджан Ильяс. Также он подробно рассказал об электронных системах учета энергоресурсов. Это добыча нефти, производство нефтепродуктов, учет газа, электро- и теплоэнергии. Идет учет 95,8% нефти, добываемой недропользователями. К системе подключено 38 нефтедобывающих организаций, 4 нефтетранспортирующих и 7 нефтеперерабатывающих организаций. Следующая система — это информационная система, это управление системой рисками, это цифровизация сфер госконтроля. В пяти сферах госконтроля на сегодняшний день все функции бизнес-процесса автоматизированы через смарт-дата-окумет. Также идет учет социально значимых нефтепродуктов. Это бензин и дистоплива, начиная с НПЗ и до АЗС. Система газоснабжения тоже. В энергетике сейчас дорабатывается цифровой продукт, который обеспечивает полную паспортизацию всех объектов и оборудование на энергетических объектах. А вот что еще планирует Минэнерго. Это первое внедрение цифрового учета энергоресурсов. Нам необходимо учитывать энергоресурс, то есть под энергоресурс это у нас относится как электроэнергия, теплоэнергия, газоснабжение, нефтепродукты и нефть. Нам необходимо обеспечить стопроцентный учет энергоресурсов, начиная от его генерации, передачи, распределения до потребителя, чтобы видеть, где у нас потери, где у нас дисбалансы, чтобы обеспечить автоматизированное формирование энергетического баланса, теплобаланса и нефтяного баланса. Еще создают ситуационный центр ТЭК, который соберет и обработает все отраслевые данные. И благодаря искусственному интеллекту будет моделирование и прогнозирование. До конца года внедрят несколько сервисов, например, оказание помощи социально уязвимым слоям населения. Данный продукт стартует пилотный проект совместно с Казастрансгаз Аймак. На сегодняшний день, как вам известно, есть дифференциация по тарифам для социально уязвимых слоев населения, есть льготные тарифы. И нам необходимо обеспечить автоматизацию процесса получения этих льготных тарифов от ресурсоснабжающих организаций. Еще будет мониторинг отопительного сезона. Летом будут мониторить ремонт систем, а в отопительный сезон надо видеть производство и потребление ресурсов. Все субъекты полностью оцифруют, сказали в Минэнерго.